Я счастлив был В 1811 году ее брат Александра, дедушка, определил недавно открывшийся царско-сельский лицей. Здесь, как известно, учился и Пушкин. Катенька вместе со своей матерью достаточно часто навещали брата, а летом их семья постоянно проживала в царском селе. Она сразу же стала объектом внимания со стороны многих лицеистов. Среди них были Пушкин, Пущин, Малиновский. Лицейская молодежь была от нее без ума. Отец Катеньки, Павел Петрович Бакунин, действительный камергер, одно время управлявший Академией наук. В 2008 году он был посланником в Англии. Мать Екатерина Александровна Соблукова была из дворянского рода, ведущего свое начало от польских шляхтичей. Катенька была двоюродной племянницей дипломата Татищева и внучкой сенатора Соблукова. А революционер Михаил Бакунин приходился ей троюродным братом. Домашнее образование. С 1798 года жила с родителями и братьями за границей. Сначала в Германии, Швейцарии, затем в Англии. В 1804 году Бакунины вернулись в Россию. После смерти отца в декабре 1805 года семья жила на съемной квартире в доме на набережной Невы. Ее прелестное лицо, дивный стан, ее очарования производили всеобщий восторг. В 15-м году влюбленный поэт томился любовью к Бакуниной всю зиму, а также весну и большую часть лета 16-го года. Он долго оставался совершенно безутешным, но постепенно сердечная рана поэта затянулась. Катенька не могла ответить взаимностью никому из влюбленных в нее лицеистов. Каждому из них было 17, тогда как ей 21 год. К тому же она была достаточно строгой и серьезной девушкой, которой было абсолютно чуждо кокетство. В октябре 17-го года Екатерина Павловна, став фрейлиной государиной, переехала жить при царском дворе и вскоре стала одной из любимец императрицы. В период жизни при дворе у нее были серьезные романы. Она дружила с Жуковским, брала уроки живописи придворного художника Брюлова. Сама была талантливой художницей и ее любимым жанром был портрет. Ее в Самуре рисовали многие известные художники – Кипренский, Соколов, Брюлов. Через много лет Екатерина Бакунина и Пушкин снова встретились в Приютино. Это было в 1928 году на дне рождения Елизаветы Марковны Олениной. Но тогда поэт был слишком поглощен своим романом с дочерью именинницы Анной, чтобы помнить о своей первой лицейской любви. Под венец Бакунина пошла уже в достаточно зрелом возрасте. В 1834 году, в 39 лет, Бакунина вышла замуж за 42-летнего тверского помещика капитана в отставке Александра Полторацкого, двоюродного брата Анны Керн. Она так счастлива, что плачет от радости, писала Фрейлина Шереметьева. Свадьбу сыграли в Петербурге. По-видимому, Пушкин, уже женатый в то время человек, присутствовал на ее свадьбе. Императрица подарила молодым икону, которую Бакунина хранила всю жизнь. Молодожены поселились в имении мужа Врассказово. Их дом Врассказово 1836 года постройки был разрушен в ноябре 2013 года, а его осколками засыпали ямы на дорогах. Оказавшись в Рассказовской глуши, Екатерина Павловна вовсе не похоронила себя. Она занималась вышиванием, много рисовала, создав целую галерею портретов родных и близких. Там она была совершенно счастлива. В семье Полторацких родилось трое детей, два сына и дочь. Екатерина Павловна ушла из жизни в 74 года, оставшись в памяти потомков как первая любовь великого поэта. Субтитры создавал DimaTorzok